Привет, ты на канале Умичу Мэджик Пэтс. Я покемон Юмичу, но сегодня я решила стать детективом Юмичу, потому что многие мэджики после прошлого видео написали в комментариях, что ее подругу Кису Алису украли, а я Эйвен. Да, и Юмичу решила, что она типа должна ее спасти вот, а я Софи привет. Не типа спасти, обязательно пишите еще комментарии, потому что они вот тут вот появляются. А я Миша, лайк, ставь лайк, если тебе понравится наше видео и подписывайся на канал, чтобы нас скорее стало 2 миллиона. А по поводу кражи киса Алисы я ничего не знаю, но Юмичу попросила пока что не говорить о ней, чтобы стать детективом и найти ее самой. Посмотрим, что из этого получится. Так, привет, ребят. Это что тут такое происходит? Аня, это не мы, это все Юмичу. Это она решила стать детективом Пикачу. Так, детектив Юмичу, понятно. И что это значит? Это значит, что я расследую важные дела, ясно? Сейчас я покажу свою армию. Аня, а ты уже выпустила наше видео на Маджик Фэмили про то, как мы сбегаем из дома. И про ту огромную штуку, что мы с тобой построили. Можно я расскажу? Так, ребят, правда, давайте уважать друг друга, дайте Юме сказать. Ой, да это покемоновская ерунда очередная. Это мой покемономобиль. Ага, конечно. Отстань, дочь Софи. Так, не ругайтесь. Я на нем езжу на свои задания. Я смотрю, ты даже костюм покемона надела. Нет, ну погоди, про костюм уже. Ладно, молчу. Это покемономобиль. Знаешь, как у полицейских есть полицейские тачки? Юмичу, ты же уже взрослая, ты же девочка. Отстань, дочь Софи, я детектив Юмичу. Ага, конечно. И у тебя типа полицейские свои есть, да? Да, и у меня даже есть вот этот большой руководитель армии покемонов. Генерал как бы. Руководитель армии покемонов? Ммм, он действительно самый большой покемон. Он даже больше тебя. А я, если честно, подумала, что это твой напарник. О, нет, он не мой напарник. А вот твой напарник, как раз надо поговорить. Открой посылку. Ладно, ясно. А посылку, вот эту коробку ты имеешь в виду? Да. А при чем здесь эта посылка? Сейчас все узнаешь, Ань. О, посылки открывать я люблю. На посылке написано, что она от Смолина Андрея Павловича из города Астана. Ой, кстати, я тут заметила твою фигурку как раз из одной мэджик посылки. Это не фигурка, это памятник детективу Юмичу. А, ладно, понятно. Только ты сегодня в другом костюме. Это просто поке-худи, знаешь, как у полицейских есть разная девка на разные случаи жизни. О, мой собачий бок, Юмичу, хватит, пожалуйста, а? Отстань чуть, Софи. Ань, а пока ты открываешь посылку, скажи, на нашем общем семейном канале Мэджик Фэмли вышло новое видео сегодня? Да, Софи, а что? Ну, просто помнишь, там есть такое, что мы себя, ну, не очень хорошо ведем. И я подумала, может быть, ты можешь вырезать эти моменты? Да уж, особенно Эйвен и Юмичу. Ну и ты тоже выделилась, Софи. Ты же там еще показываешь, что мы построили гигантское покупки и всякие другие вещи. Так. Поэтому, может быть, те куски, где мы плохо все ведем, можно вырезать? Нет уж, пусть все видят, что вы вытворяете. Тем более, я не могу их вырезать, ролик уже вышел на канале. Вот, блин, косяк, и все увидят, что мы там творили. Да, пусть ребята знают не только ваши хорошие стороны. И я оставлю ссылку внизу в описании под этим видео, чтобы они сходили и посмотрели, как вы себя ведете. А для вас тут посылочки, игрушечки и вкусняшечки. Ладно, ладно, тогда я хотя бы порадую, ребят, тем, что вы увидитесь этим летом. Да, у нас 2 и 9 июня будут Мэджик Фан Встречи. В Москве, в парке Сокольники, на фестивалях Pet Shop Days и Четыре Лапы, да? Правильно, Софиша. А дай пончик. Мы там с ними увидимся, пофоткаемся, пообщаемся, пообнимаемся. Я знаю, что с тобой пойдет, я мечу. Ты-то уже была? Короче, ребята, приходите. 2 и 9 июня в парк Сокольники. Вход бесплатный, только нужно обязательно зарегистрироваться. Да, нужно пойти на сайт Pet Shop Days. И на сайт фестиваля Четыре Лапы. И на обоих сайтах зарегистрироваться. И тогда 2 и 9 июня мы с ребятами увидимся. А вот те, кто хочет не просто на фан-встречу, а вместе с тобой провести время летом, может поехать в летний вокально-театральный лагерь Звучи в Сочи, да? Да, я там буду давать мастер-классы по видеоблогингу. Ну и там будет столько всего творческого, очень крутой летний лагерь, где каждый может сделать свой первый шаг в шоу-бизнес. Правда, мест осталось немного, да? Да, мест, к сожалению, в лагере осталось совсем немного. Поэтому лучше, чтобы ребята скорее рассказали своим родителям, чтобы те забронировали им путевки. Море, горы, солнце, обучение танцам, пению, актерскому мастерству и куча всего. Еще и мюзикл в конце, я, кстати, тоже на нем буду. Оставь в описании ссылку на лагерь Звучи, где ты будешь, чтобы ребята могли забронировать последние путевки. Обязательно, Софиша. Я так понимаю, это то, ради чего мы распаковывали посылку. Это толстовка покемона, только она не собачья, а человеческая, то есть для тебя, видишь? Угу. То есть ты будешь мой напарник? Я твой напарник? Ну да, я детектив и мечу, а ты, напарник детектива, тоже покемон. Ого, ладно. И теперь я, как твой начальник, познакомлю тебя с нашим отделом. А посылку мы дораспаковывать не будем? Я уже подглядела, и Софиш, в этой посылке столько всего крутого и интересного, что хочется удивить этому больше внимания. Поэтому предлагаю дораспаковать ее чуть позже, как раз я распаковку подарков собиралась снимать. А теперь, внимание, напарник! Ой, я уже заметила, у тебя есть еще один костюм. Это как раз тот самый поки-костюм, в котором я хожу на свои покемоновские задания. Понятно. Ой, а вот это вот что за рюкзачок? Не рюкзачок, это сумка для оружия и защитных очков. Ого, вот это у тебя бластер. Это не бластер, это приманительный пистолет. Нет, приманительный пистолет, что, ну и фантазия. Эти супер очки защищают мои глаза от путь врага. Ой, как все серьезно. По-моему, они Юмичу немножко кривовато сидят. Нормально сидят. Не смейся надо мной. Ты же мой напарник, ты ниже в рамке. А, я ниже? Да, я твой начальник. Ладно, хорошо. Давайте я изучу наше оружие. Да уж, Юмичу. Юми, прости, но это же просто пистолет с лакомствами. Не просто пистолет. Он для приманки врага. Ты его заряжаешь, лакомства падают в дуло. Потом нажимаешь вот на эту кнопочку, и он выстреливает. Ух ты, вкусняшка. Вот, видишь, как работает? Ой, кажется, я повелась. Короче, выстрел, приманка лежит, преступник на нее ведется. И тут появляюсь я. Вот, видишь, как это работает? Преступник Эйвен до сих пор задерживается в поисках вкусняшки. Я с дивана все съел, если что. Эм, да уж. А что у тебя в покемоновском кошельке? А там важные детективные вещи. Эм, тут такая-то наклейка покемона. Не наклейка покемона, это значок. Знаешь, как полицейские показывают значок. О, мой собачий бог, какая ерунда. Вот так будешь предъявлять значок. Понятно? А мне обязательно его во рту держать? У меня же руки есть. Обязательно. Понятно. Тут еще какой-то фонарик. Фонарик, чтобы слепить глаза преступникам, не мне. Не скидь мне в глаз. Ясно, покемоновский фонарик. О, и правда, слепит глаз. Но он еще ультрафиолетовый, можно отпечатки пальцев проверять. И, видимо, и чужнила. Ого, а это что? Ты что, не видишь? Свисток. У каждого детектива есть свисток. Мне кажется, не только преступники реагируют на свисток, но и твои ушки. Может, они у тебя по свистку работают? Глупости не говори, напарник. И извините, детектив Юмичу. Итак, с Поки-генералом вы уже познакомились. И теперь я, детектив Юмичу, познакомлю тебя с нашим отделом. Кроме спецназа, с ними ты познакомишься позже. Из секретного подразделения покеболистов у нас есть 11 полицейских покемонов. У них у всех разная работа. Это, например, просто Пико-патрульный. А это Пико-повар, он отвечает за жрачку. Эээ, я постараюсь все запомнить. Это Пико-почтальон. Патрульный. Пико-сторож. Это Пико-разведчик. Видишь, мы ему вручили красную ленточку после сложного геройски выполненного ожидания. Ага, понятно, поздравляю. Еще у нас есть трое ребят, которые работают обычными полицейскими. Кстати, прошу обратить внимание, что все мои сотрудники стоят по росту и размеру. И последний Пико-директор. Самый главный в штабе после меня и генерала. Здравствуйте, господин директор. Но он же самый маленький и толстый. Почему он директор? Тише, ты его тоже будешь слушаться. Ты такие вещи при нем не говори. А, ладно, извините, господин директор штаба покемонов. Так, с этими ребятами я тебя познакомила, теперь спецназ. Погоди, а вот эти трое кто? А, это наши Пико-раненные. А, они болеют, потому что они сломаны, Юми? Ты их сломала, да? И поэтому они типа болеют. Не надо так шутить, болеть плохо. А, ладно, извини, Юмичу. Прощаю, переходим к нашему спецназу. Извини, детектив Юмичу, а что вот это такое? Каждому солдату с утра выдается карточка, и он выполняет по ней задание. И тебе тоже будем выдавать. А, хорошо. Знакомься, это наш спецназ подразделение, это Пико-летчик. А, он правда умеет летать? Какая тебе разница, тебя это не должно волновать, он главный в отделе спецназа. А, ладно, здравствуйте. О, какое у этого спецназовца злое лицо. Это Пико-огнеметчик. У него шевелится хвостик, и ты нажми там под хвостиком на попку. Ух ты, как мило, у него горят щечки. Ничего милого, аккуратнее эти щечки могут и обжечь. А, ладно, простите, пожалуйста. А вот эти двое вообще одинаковые и такие миленькие. Это вообще-то братья Пико-каратисты. Если ты сейчас нажмешь им на попки, они умеют лупить врага своими уфами. И работают всегда в команде парой. Да уж, Юмичу, очень серьезный спецназ у тебя. А вот этот странный покемон, какими обладает силами? Вообще-то, если ты не видишь этого Диной Пика, он из всех умеет плавать и нырять, и никогда не тонет. А вот этот малыш, что делает? Он самый смешной и самый маленький. Или это просто брелок? Какой еще брелок? Ты че? Это самый главный Пико-убийца. У него сзади есть покемона-кнопка. И когда ты на нее нажимаешь, он светит преступника лазерным лучом. И издает ужасный звук, чтобы свести врага с ума. Да уж, звук это правда ужасный. Реально сходит с ума. А меня усыпляет. Ну что ж, теперь тебе пора познакомиться с нашим покебольным секретным отделом. Да знаю я все твои покеболы. Один вот этот, как фонарик светится. И если на пол навести, он показывает покемона, только, видимо, там батарейка села и не видно ничего. Нет, Ань, поэтому это и спецназ. Открой. Это стандартный покебол, красно-белый, как обычно. А, внутри у тебя там покемоны. Да, и в каждом покеболе свой. Видишь, он спит. Не буди его. Ладно, верну его спать обратно. А вот в этом красно-белом такой же покемон? Нет, не такой же. Открой. А там покемон с морковкой. Но, по-моему, он тоже спит. Это отравленная морковка. Ей он травит своих врагов. Ясно. Так, а вот эти два покемона с буковками М. Интересно, что это значит? Может, Мэджик? Две М значит Мэджик Пэц и Мэджик Саври. Понятно. И в них тоже одинаковые покемоны? Или разные? Ммм, похоже разные. Это просто еще пока что только насутенький. Вот этот слева такой миленький. А справа жирненький. Ему худеть надо будет. А вот этот покебол синий с двумя полосками очень прикольный. Интересно, кто же там? Там наш маленький герой покемон. Он самый маленький, но самый удаленький. Видишь, какой он воинственный? Да, уж выглядит очень устрашающе. Не смейся над моей пикоармией, напарник. Ой, да, простите, начальник. А вот в этом хаки-шарике еще один маленький воинственный покемон. Какой-то он кривой. Китайский, наверное. Ой, ой, дядь Софи. Вот этот оранжевый покебол тоже очень классный. Видишь, у него прицел типа сверху. А что это значит? Это значит, что там внутри покемон-снайпер. Видишь, у него какой хвост необычный. Какой же он снайпер? У него рук нет. Все у него есть, он их спрятал. А на голове прицел, видишь? Да, ладно, хорошо. А вот этот покебол необычный. Все они просто как шарики могут кататься, а у этого как бы есть подставочка. Что же за покемон там внутри? Покемон Майнкрафт. Видишь, он как будто из квадратиков сделан. А что он делает в вашем спецназе? Этот покемон занимается виртуальными врагами. Он борется с врагами в интернете. Поэтому ему не нужен летающий покебол. Он как все задвотики, все время сидит на месте. Эээ, да уж. Юмичу у нас такая фантазерка. Ну что ж, вот я теперь и познакомилась с нашим секретным спецназом и со всей армией моих покемонов. Окей, спасибо большое. А теперь у меня самый главный вопрос. Зачем тебе быть детективом Юмичу? Ань, ты что не в курсе про комментарии на Мэджик Пэтс про киску Алиску, что ее украли? И Юми решила, что именно она должна заняться расследованием пропажи. А для этого ей надо стать детективом. Ну вот, старики вроде все объяснили. Сама ты старик, Юмичу. Мы, конечно же, Ань, считаем, что все это бред. И что киса Алиса просто где-то уснула. А короче говоря, меня украли от первого лица. Это было просто видео. Неправда. Так, ребят, все эти факты мне нужно проверить. И для этого мне нужно найти кису Алису. Ну вот ты же мой напарник, значит мы должны работать вместе в камеране. Окей, займемся расследованием. Хотя, Ань, знаешь что, на канале Мэджик Пэмли ролик, который вывел, мы же тоже кису Алиску там не нашли. Ребята, идите скорее смотрите это видео. Вдруг вы там заметите кису Алису. Если заметите, напишите нам. Скорее беги, смотри. Правда мы там плохо себя вели. Но зато там еще очень много всего интересного. Особенно то, что мы построили с Аней такое гигантское большое. И увидимся с тобой 2-го и 9-го июня в парке Сокольники. Не забудь зарегистрироваться. И в лагерь звучи, Саней тоже едь. Все, пока. Пока-сик.